Всем привет! Сегодня отвечу на вопрос подписчика. Какая машина надежнее? С автоматической коробкой переключения передач или с механической? Поехали! Вопрос этот достаточно частый. Соответственно, на такие вопросы я стараюсь вам делать небольшие короткие видео ответы. Итак, если говорить про именно механическую часть, то есть конструкция данной коробки, как она сделана, то механика, она более проста по конструкции, а это делает эту коробку как бы более надежной по сравнению с автоматической. Но если пообщаться с мастерами автосервисов, которые ремонтируют данные коробки, то, конечно же, они скажут, что на механике к ним приезжают с гораздо поздним пробегом. Может быть там 200, там 300 тысяч километров на автомате. Возможно уже и 100, и 150, и так далее. Но это совсем не говорит, что автоматическая коробка ненадежна. Они же все, друзья, разные. Есть вариаторы, есть роботы, есть автоматы. Но все-таки, когда мы говорим про коробку, мы, наверное, говорим в целом про надежность автомобиля. По поводу автоматической коробки переключения и передач у многих водителей очень много заблуждений. Что она очень много кушает бензина. Что на ней нельзя буксовать. Что ее нельзя буксировать. Что ей нельзя буксировать. Что она менее надежна и так далее и тому подобное. Если мы говорим про современные автомобили, это уже все заблуждение. Если мы говорим про надежность эксплуатации какого-то автомобиля, мы не должны рассматривать только какую-то коробку. Кто-то говорит, что механика гораздо надежнее. Ну хорошо, давайте возьмем автомобиль, какой-нибудь Deo Matisse, либо Chevrolet Spark на механике. Маленькая машинка, минимальный клиренс, дорожный просвет, маленький багажник, проходимость никакая. Да, расход топлива будет хороший. Но если мы говорим про надежность, что мы подразумеваем в этом плане? Чтобы на автомобиле можно было поехать на дальнее расстояние, чтобы можно было на нем проехать по пересеченной местности где-то, да, где-то проехать там на природу, ну и так далее. Так вот, это Chevrolet Spark, либо Deo Matisse, механика, да. И сопоставим рядом автоматическую коробку передач, ну это будет какой-нибудь, например, Mitsubishi Sport, да, с трехлитровым двигателем. Но на автоматической коробке приключений и передач. Гарантия на машину будет там 5 лет, и машина свежая и новая. А тот Deo Matisse на механике и стареньке. Какая из этих машин надежнее? А мы можем поставить с вами совершенно наоборот. Будет стоять также Mitsubishi Pajero, но уже она будет, например, 2015 года, трехлитровый двигатель, механика. И рядом будет стоять такой же Mitsubishi Pajero, но на автомате. Но на автомате и новая машина. Какая машина из них будет надежнее? Теперь вы понимаете, друзья, что мы не можем оценивать надежность автомобиля по какой-то коробке переключений и передач. Автоматическая коробка, она всего лишь автоматически и без вашего участия переключает передачи в зависимости от скорости и нагрузки на двигатель. Вот по этим двум параметрам. Все. В современных коробках автоматических есть перевод в ручной режим, есть спортивный режим. Если выключить ручной режим, и вы можете кого-то протащить, вытащить из ямы, немного пробуксировать. Если вы поставите нейтралку, вас можно буксировать на автомате с минимальными скоростями. Здесь все индивидуально, на каждой машине нужно читать руководство по эксплуатации, но тем не менее. Все предусмотрено. Застряли, побуксовать, включили L-ку, если у вас более старая коробка, либо опять-таки ручной режим. Обуксуйтесь на здоровье. Поэтому говорить про надежность механики автомата, как вы поняли уже, наверное, я надеюсь, да, это бессмысленно. Нужно учитывать основные характеристики. Машина должна быть технически исправна. И сказать, что вот такая-то марка и модель эта машина надежная, а вот такая нет, нельзя. Ведь один и тот же автомобиль одного и того же года выпуска с одной и той же коробкой переключения передач может быть и надежной, и ненадежной. Поэтому вкратце отвечаю на вопрос. Какая коробка надежнее, автомат или механика? Мы не можем оценивать надежность автомобиля только по этим параметрам. Потому что, как я вам поставил уже практические примеры, в одном случае может быть автомат надежней, по основным характеристикам другим, в другом случае может быть механика. Главное, общее состояние технической автомобиля, а не какая там стоит коробка. Попросил бы вас написать в комментариях свое мнение, свои мысли по поводу этого. Почитаем, там дальше пообщаемся. Не забывайте подписываться на канал. Ну а я, как всегда, всем желаю удачи на дороге. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok